В Мурманске вновь начал работать прокат двухколёсного транспорта. Первые самокаты появились в центре столицы Заполярья раньше обычного, в преддверии длинных майских выходных. В этом году прокат электросамокатов заработал раньше обычного. Всё для того, чтобы горожане активно проводили время на майских праздниках. В сезон в Мурманске 22 физические и ещё 20 виртуальных станций проката. В связи с этим мы решили поинтересоваться, как относятся северяне к такому виду досуга. Очень нравится, это очень удобно и, по крайней мере, дешевле, чем ездить на такси. Это удобнее, ты можешь его бросить где угодно, оставить. А как вам такая инициатива, что по городу теперь стоят самокаты, велосипеды? Очень удобно, в общем-то. Наверное, удобство перемещения. Быстро можно переместиться между магазинами, допустим. И также не обязательно ждать общественный транспорт, который зачастую заполнен. А летом ещё и приятно. Сам на них не катался по Мурманску, вообще ни разу их не брал на прокат. Но хочется, чтобы люди, которые их берут, соблюдали правила дорожного движения какого-то, потому что часто врезаются в пешеходов. У нас же сейчас мир скоростей, поэтому, я думаю, против этого не стоит бороться. А наоборот, нужно развивать и дорожки делать. В прошлом году мы очень много на них, на самом деле, катались. Всё лето прокатались, как раз, когда их поставили только. Но это очень удобно для нас. Удобно ли скачать приложение, вообще подключить самокат? Да, оно находится в Google Play, как я помню. И, в принципе, ничего сложного там нету, если зарегистрироваться и использовать самокат. Если вы впервые столкнулись с бронированием, то вам необходимо отсканировать QR-код на самокате, загрузить предлагаемое приложение и следовать инструкции. К сожалению, нам проверить функциональность программы не удалось. На яблочных устройствах сервис выдает ошибку. Но зато мы отправились в госавтоинспекцию, чтобы узнать актуальную информацию в правилах дорожного движения. Сейчас у нас принят стандарт по ГОСТу. По средствам индивидуальной мобильности признается средство транспортное, имеющее одно или несколько колес, скорость которого ограничена 25 км в час и весом не более 35 кг. Передвигаться можно по пешеходным дорожкам, по велодорожкам, в парках. Возраст детей до 7 лет под присмотром взрослых. К слову, теперь движение электросамокатов будет регулироваться специальными дорожными знаками. Появилась новая табличка с изображением электросамоката. Это информационная табличка, которая используется в сочетании с другими знаками дорожного движения и информирует, что либо запрещено, либо разрешено движение. Сотрудники госавтоинспекции и операторы проката рекомендуют не забывать о средствах индивидуальной защиты и при катании использовать шлемы на локотники и на коленники. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова